Здравствуйте, уважаемые пользователи Мастеркама, на связи Евгений, и мы с вами продолжаем изучать Мастеркам. Сегодня мы с вами поговорим о такой функции, как Rest Milling. Значит, эта функция служит для дообработки тех операций, которые были перед ней, как это происходит. Значит, первая операция у меня создана черновой пакет. Давайте быстренько посмотрим небольшое видео, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Идет выборка всего того, что вот здесь происходит внутри. Здесь уже, в принципе, готовый вид, чтобы вы вспомнили, о чем была речь в предыдущих уроках. Теперь вот эта операция Rest Mill. Она находится в разделе Toolpath, Turface, Rough, Rest Mill. Также выбирается, выделяется вся модель, ставится ограничение. Вот у меня выбрано одно ограничение, это выбран низ. Здесь, ну, допустим, посмотрим, как это вся модель у меня выбрана. Так, теперь переходим ко вкладке «Параметры». Значит, многие зрители спрашивают, как выбирается инструмент. Значит, инструмент выбирается и либо из библиотеки, вот здесь вот нажимаете сюда, «Library», и здесь выбираете инструмент, выбор, нажатие на инструмент. Здесь есть такая вкладка, как Tool Diameter, и вы можете написать, допустим, «Игнорировать», написать, который вы хотите, и так далее. Здесь материалы, с которыми готовят инструменты. Здесь, если вы ставите фильтр, выбираете, то показываются все инструменты. Также можно создать самому инструмент, «Crate», «U2», выбираете, какой инструмент вы хотите, вводите определенные параметры, «Save», если вам надо его сохранить, и здесь параметры, «Резание». Значит, далее, эта вкладка вам очень хорошо знакома, это плоскости, припуск на сторону, точнее на сторону. Нашу модель, и припуск на четвертой поверхности. Сегодня мы оставляем по нулям. Дальше это стратегия, «Rest Mill», тоже, как вы хотите, чтобы она у вас проходила. У меня сегодня будет «Broken», вот по какой траектории она будет идти. Значит, максимальный врезание – это миллиметр, между проходами – два миллиметра, так черновой можно так оставить. Здесь «Gap settings» – это на какие-то там пропуски. Я все оставляю по дефолту. Здесь вот я оставлю «Incremential», «202», и здесь вы можете выбрать что-то, что вам по душе. И я оставляю все по нулям. Здесь вот можно выбрать, типа, «Optimize Cutter», «Oder» – это порядок резания. Но мы сегодня не будем представить. Вот очень важно вот эта вкладка, то, что, как происходит обработка «Rest Mill». Вы можете сделать все предыдущие операции. Можно сделать последнюю операцию, у нас только вот сегодня одна, поэтому, если бы их было много, то можно было бы их отметить. По инструменту, который у вас был предыдущим. У меня инструмент предыдущий был 18 и с радиусом 1. Ну, давайте сделаем его и смотрим, что изменится. Вот видите, идет расчет. Операции. Можно выбирать не все модели, а определенные поверхности, на ранее. Операции. У меня сегодня есть 8 слов. Посмотрим, как сейчас будет выглядеть. Это операция. Многие, допустим, сейчас вопросуют, почему у меня сейчас такая открылась в модели, а не просто там кубик. Потому что у меня она была уже выбрана и сохранена. Это делается, когда у вас заканчивается выработка. Вот нажимаете на это «Save» и потом выбираете через файл. Давайте посмотрим, как будет происходить резание. Начинается очищение за предыдущим инструментом. Также вот очень хочется показать такую помню, как «Turbo-режим» сразу показывает конечный результат. Конечный результат на самом деле не очень хорош, потому что представится разным. Допустим, все предыдущие, делаем перерасчет операции. Продолжение следует... А. а в этом году м учебник м м пункт получается ну что вы работаете с этим данным на сроке в принципе настраивается эта функция под то какую операцию вы будете использовать после раз мило опять же вот не надо забывать определенные моменты так что пробуйте и у вас все получится если есть комментарии оставляйте спасибо за внимание